Прежде всего, мне после прошлой лекции указали на некоторый недочет, который у нас был, когда мы доказывали, что объединение не более чем счетное объединение, не более чем счетных множеств, не более чем счетное. Давайте мы исправим, чтобы у вас в тетрадях было правильно. Откройте, пожалуйста, это место. Значит, я напомню, сейчас объясню, какой недочет был. Альфа бегала по множеству и, по-моему, на позапрошлой лекции. На позапрошлой лекции. Значит, альфа бегала по множеству и, так, ну, открыли? Ну, вот пытайтесь. Значит, и мы знали, что это множество не более чем счетно. Значит, есть тогда сюръекция n на i. Ну, у вас там примерно так и написано, значит, это сюръекция. Здесь недочетов нет. Но при каждом альфа множество а альфа состоит из а альфа бета, где бета бегала по множеству g. И мы не указали, что вообще, конечно, для каждого множества альфа это g свое. Понимаете, да? Никто не запрещал в одном там 10 элементов, в другом бесконечно много элементов, как в натуральных числах, да? Значит, мы это не отразили, давайте это отразим. Индекс альфа должен появиться. И, соответственно, у нас была еще одна сюръекция, она с индексом альфа будет идти, потому что она для каждого g альфа своя. Да. Нашли место, где надо исправить? Вот. Ну и последнее, что надо исправить здесь, давайте мы это сделаем, чтобы у вас не было путаницы. Мы потом устраивали отображение, которое Декартово произведение n на n сюръективно отображает на объединение а альфа. Альфа. И писали так, у вас буквально так должно быть написано mn или nm, наверное, nm. Переходит в а, у вас было написано f от n, g от m. Правильно? Но теперь у нас надо отразить, что для каждого альфа g свое, поэтому здесь индекс забыт, f от n. Понятно, да? Значит, у нас был недочет в том, что мы не отметили дополнительно, что для каждого g, g своя. Но вот чтобы совсем все было четко, значит, исправьте вот согласно тому, как написано на доске. Поднимите руки, кто понял исправление. Что надо сделать? Значит, еще раз, для каждого множества альфа индекс бета бегает по своему подмножеству. g альфа. То есть, ну, грубо говоря, в чем состоит исправление? В том, что надо индекс альфа добавить вот здесь, больше ни в чем. Так, есть вопросы по поводу этого? Нашли, да, где исправить? Хорошо. Просто вы будете готовиться, чтобы это легко исправлялось бы вами самостоятельно, но на первом курсе лучше так не делать. Лучше, чтобы у вас были, так сказать, все ходы записаны. Вот. Значит, вот это такой комментарий. Поэтому вы будьте бдительны. Поскольку, ну, я же человек, я читаю, так сказать, у меня бумажки нет никакой. Я чего придумал, то и рассказал. Вот. Значит, поэтому, конечно, могут быть какие-то ляпы. И даже ошибки. Я вам объяснял про это. Про это. Но если вы мне указали на эту ошибку, мы ее обязательно исправим. А вот если я потом укажу на эту ошибку на экзамене и на колоквиве, то исправлять уже будет нечего. Вот. Поэтому будьте, так сказать, бдительны. Хорошо. Ну, вот это, так сказать, такой комментарий. А мы с вами давайте вернемся к тому, на чем остановились. Остановились мы с вами на принципе полноты Вейерштрасса. Давайте я напомню. Последняя теорема, которую мы доказали. Принцип полноты Вейерштрасса. И он звучал так, что если А не пусто и ограничено сверху, то существует точная верхняя грань. Ну и все то же самое, только ограничен снизу, то существует инфимум А. Вот в прошлый раз мы доказали этот факт, и на этом, кажется, закончили. Ну и доказывается он банально, вы выводите его просто напрямую из теоремы, из аксиомы полноты. Причем какие множества А и Б брать в этой аксиоме полноты, здесь даже особо и не растеряешься. Значит, в качестве множества А берется А, а в качестве множества Б берется множество верхних граней. С этим все совершенно, так сказать, понятно. Теперь давайте сделаем следствие, которое у многих из вас вызовет опять ощущение, что ну вот, в прошлой лекции доказывали, что один больше нуля, на позапрошлой, что натуральные числа можно складывать. Ну вот, опять накрывает нас какими-то такими утверждениями. Значит, аксиома Архимеда. Аксиома Архимеда. Значит, она звучит так. Множество натуральных чисел не ограничено сверху. Не ограничено сверху. Значит, вот помните, да, у нас с вами есть множество вещественных чисел. Значит, это Н, оно не абы где живет, а в R. Да, множество действительных чисел. И там мы это множество нашли как то, что получается сложением единичек. Это мы с вами в прошлый раз выясняли. Да, если есть у нас поле, значит, упорядоченное, то там никогда, складывая единицы, ноль не получишь. Да, в частности, всегда будешь получать новые значения. И вот эти вот один, один плюс один и так далее, они отождествляются с множеством натуральных чисел. Мы с вами оставили за скобками то, что на самом деле надо проверять, что действительно эти элементы, они удовлетворяют аксиоматике пиана. Но вот естественным образом множество вещественных чисел выделено под множество, которое мы называем натуральными. Теперь вообще говоря, кроме натуральных, там очень много других разных чисел. Причем не только там вот таких вот как рациональные, которые вам знакомы, но и каких-то диковинных, да, которые возникают благодаря аксиоме полноты. Это не только какие-то корни там из двух, из пяти и так далее. Это какие-то числа типа числа пи, там еще какие-то неведомые нам, да. И ничто не мешало случиться следующему. Так что найдется такое число, которое вещественное. Вот, например, из каких-то там из аксиомы полноты была бы такая теорема. Найдется число, которое больше либо равно любого натурального. И вообще говоря, так может быть. Можно аксиому полноты чуть-чуть изменить, и так будет. То есть вот можно создать на множестве рациональных дробей такой порядок, что и так его, так сказать, дополнить аксиомой, похожей на аксиому полноты, что множество натуральных чисел окажется ограниченным сверху. То есть этот факт на самом деле тонкий. Это не то, что мы очевидное, так сказать, как на Найдсе, что видим, о том поем. Значит, это вот не совсем очевидно. А благодаря этой аксиоме Архимеда появляются очень много объектов, которые вам нужны. Появляется возможность измерять отрезки. Потому что процедура измерения отрезков – это что? Это вы берете эталонный и откладываете его, да? Ну и спрашивается, почему не будет, как у Ахиллеса, догоняющего черепаху. Вы все откладываете, 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 и никогда не отложите так, чтобы померить длину нужного вам отрезка. То есть сказать, сколько раз там укладывается эталонный. Вот это свойство такое очень нужное, из которого появляются там целые части, из которого выводится, что в любом интервале есть рациональное число и так далее. Из него очень много что следует. Да просто даже из этого следует такой банальный факт, что 1 делить на Н приближается к нулю. Понимаете, да? Ну потому что 1 делить на Н приближается к нулю, это то же самое, что Н становится больше любого наперед заданного числа. Это вот такие простые, но очень важные свойства, они все следуют из аксиомы Архимеда. Теперь, несмотря на то, что она называется аксиомой, для нас с вами она теорема. Она следует из аксиомы полноты. Поэтому мы ее будем доказывать. Вообще вот аксиомы их не доказывают, это некий список, который объясняет правила игры. Мы же с вами не доказывали аксиому полноты, да? Ну, кроме случаев, когда приводили модель десятичных дробей. Но вот несмотря на название, мы ее будем доказывать. Значит, доказательство. Доказательство простое, но очень типичное. Значит, так вот часто поступают, не только в этом случае, но и в гораздо более содержательных. Значит, предположим, противное. Что значит противное? То есть, N ограничено сверху. По принципу полноты Вейерстрасса, по принципу полноты Вейерстрасса, существует А, в которой есть точная верхняя грань множества натуральных чисел. Ну, там сказано, если взяли непустой ограниченный сверху, то среди ограничителей есть самый лучший. Посмотрим на А-1. Значит, посмотрим на А-1. А-1 меньше, чем супреум N, а значит, А-1 не является верхней гранью. Значит, у вас А, это была самая маленькая верхняя грань. Значит, ниже нее верхних граней нет. А что значит, что не является верхней гранью? Это означает, что существует натуральное число N такое, что А-1 меньше N. Если бы для каждого N было бы противоположное неравенство, да, А-1 было бы больше либо равно, то оно было бы тоже верхней гранью, а оно таковой не является. Значит, теперь все совсем просто. Добавляем, добавляем единичку справа и слева. Получается, А меньше N плюс 1. Ну, а это противоречит тому, что А было верхней гранью. Значит, это противоречит тому, что А это супремум N. Мы только что указали натуральное число большее А. Значит, да. Какое N верхняя граница? Еще раз, мы взяли уже верхнюю границу А. Да, взяли. Вот число А, это и есть верхняя граница. И предъявили натуральное число большее его. Значит, вот у вас множество там, неважно, N, не N. Вот вы взяли число С какое-то. Видите, все элементы этого множества меньше либо равны. Это С не принадлежит вообще говоря N. Вообще, с точки зрения элемента или не элемента, это вообще никто не говорит об этом. Оно обладает единственным свойством. Оно больше либо равно всякого отсюда. Поняли? Это верхняя грань. Теперь я рисую какое-то число С и говорю, она не верхняя грань для множества N. Что это означает? Это означает, что множество N не лежит вот с этой стороны. А значит, как оно расположено? Ну какой-то его кусочек есть где? Справа. Вот это понятно? Если С не что такое верхняя грань? Значит, все множество лежит левее. Правда? Что значит не верхняя грань? Не все множество лежит левее. Ну значит, здесь есть элемент N. С этой стороны тоже есть какие-то его элементы. Поняли? Все. Нет. А любое совершенно. Верхняя. Вот вы мы вчера рисовали не вчера там, а когда мы здесь так сказать. Ощущение как не уходили. Значит, когда мы с вами рисовали, вот вы берете от нуля до единиц. Верхняя грань единиц принадлежит. Да? Множеству. Меняем вот так. Верхняя грань тоже единица, но уже что? Не принадлежит. Про принадлежит и не принадлежит. В верхних гранях вообще никто ничего не говорит. А верхняя грань остается единицей? Конечно. Она же самая маленькая из верхних ограничителей для интервала от нуля до единицы. Поняли? Вот надо, чтобы вы это усвоили. Верхняя грань это не какой-то элемент методологии, так сказать. Вот я вот что-то так вывожу одно из другого, мне для этого верхняя грань понадобилась. Верхняя грань это ответ, например, во многих задачах, чему равен предел последовательности. Верхняя грань это способ рассуждений в очень многих утверждениях не только анализа, но и других наук. Очень часто надо взять множество какое-то какими-то свойствами обладает и взять в нем, скажем, точную нижнюю грань или точную верхнюю и что-то про эту точку утверждать. То есть с этим понятием надо хорошо освоиться. Так, ну что, улеглось? Ну, теперь смотрите, если есть n больше а-1, вот это, я думаю, должно быть понятно. Теперь все, добавляем единичку справа и слева и приходим к противоречию, потому что а было же верхней гранью, а получилось, что есть число больше его. Если 0 меньше а меньше b, то существует n натуральное такое, что а-n больше b. Значит, это простое наблюдение, доказательство его, оно просто называется раздели все на а, я вот просто так напишу b делить на а, ну и смотря аксиому Архимеда. Это неравенство означает, что есть n больше, чем b делить на а. Значит, зачем это следствие нужно? Затем, что мы, когда говорим про вещественные числа, очень часто используем геометрическую модель. Она неформальна, потому что, ну, то есть, до какой степени неформальна? Значит, мы используем геометрическую интерпретацию, говорим, что вот прямая и точки на ней, это и есть то, что мы представляем как вещественные числа, да, но для нас с вами вещественные числа, это вот четко аксиоматически заданный объект, множество с операциями, да, которые обладают такими свойствами, но визуально для вас самих очень естественно изображать их вот так, но это нельзя признать за определение, иначе вас спросят, а что такое прямая? вот этот вопрос, на который вы вообще-то уже должны уметь отвечать хоть как-то, значит, этот вопрос, вот чтобы замучить девятиклассника, который гнет пальцы, значит, и говорит, что он вообще анализ давно выучил, и вы тут эти мехматяни, значит, ничего не знаете, вы его спрашиваете, что такое прямая? И он начинает нести, как правило, чушь какую-нибудь, ну, что это не кривая? Вы говорите, сори, непонятно, вот, но, кстати, на аналитической геометрии вас должны были уже научить, что такое прямая, это геометрическая место точек, равно удаленных от двух данных, вот, и пусть кто поспорит с этим, вот все понимают, да, что это правда, значит, кто не понимает, вот дома, озаботьтесь, это то немногое, что вы точно должны понимать после первого месяца аналитической геометрии, значит, то есть как окружность, окружность это геометрическое место точек, лежащих на заданном расстоянии от одной данной, а прямая это геометрическое место точек, лежащих от двух данных, конечно, а? Ну, естественно, не совпадающих, но двух разных, значит, конечно, это все, ну, издевательство, потому что спрашивают, что такое расстояние, что такое точка и так далее, на этот вопрос математики давно ответили, значит, есть, значит, Значит, принято начинать все с теории множеств, строить вещественные числа и вещественные числа называть вещественной прямой. Потом брать Декартово произведение множества вещественных чисел на себя, получать плоскость, и там некоторый объект называть прямой и точкой. То есть вот такое построение, что называется от арифметики, оно и есть основное, так сказать, для обоснования всего другого. Но в принципе, раньше так делали, и так никто не запрещает аксиоматически ввести понятие прямой и точки. То есть рассказать вот те самые аксиомы, которые у вас там в учебниках геометрии написаны были. И дальше с ними что-то делать. Значит, мы так делать не будем, но изображать вещественные числа в виде прямой будем. И спрашивается, а как нам тогда соответствие между числами и точкой прямой поставить? Надо выбрать начало координат, там где мы нарисуем и напишем напротив нолик, точку, выбрать единичный отрезок. А вот дальше начинаются всякие интересные моменты. Вот спрашивается, я вот нарисовал какой-то отрезок а. Что такое а? Как мне объяснить, что такое вещественное число а? Но я делаю следующее. Я говорю, ну хорошо, у меня в а сколько-то раз уменьшается единица. То есть у меня есть такое n, да, что n меньше а, там меньше либо равно а, а n плюс 1 уже больше. Вот почему такое n есть? Называется, смотри, аксиому Архимеда. Вот я прошелся, вот у меня здесь два раза поместился отрезок длины единичка, правильно? Теперь что я делаю дальше? Я говорю, хорошо, теперь разделим это на 10 частей. И возьмем 1 десятую. 1 десятая это просто на 10 равных частей. Разделил отрезок длины 1, вот это будет отрезаться с 1 десятой. И теперь откладываю 1 десятую. И опять у меня найдется такое там m, что m делить на 10 меньше либо равно а, а m плюс 1 на 10 уже больше. Понятно, да? Значит, ну я могу это сделать вот здесь, откладывать отсюда. И тогда я что получил? Я могу отождествить то, что я делаю на прямой с десятичными дробями. А0, А1, А2 и так далее. И таким способом выписать для каждой точки что? Десятичную дробь. И наоборот. То есть аксиома Архимеда позволяет мне измерять отрезки. А заодно говорит, какова процедура сопоставления точек прямой и вещественных чисел. Вот. Значит, ну вот это такое первое применение аксиома Архимеда. Теперь, смотрите, значит, давайте определим для дальнейшего важное понятие. Отрезок. Значит, отрезок. А, B. Это просто множество вещественных чисел, таких, что А меньше либо равно, Х меньше либо равно, Б. Ну, аналогично определяется интервал, полуинтервал. Я не буду писать, я надеюсь, вы сами справитесь. Вот. Кроме того, из геометрической интерпретации вводится понятие модуль Х. Кто знает, что такое модуль Х? Ну, вот я так напишу, а вы подумайте, правильно это или нет. Это максимум из Х и минус Х. Вот. Значит, ну, можно проверить, что Х минус У. Это будет Х минус У, если Х больше либо равно У. И У минус Х, если Х меньше У. Значит, дальше величину, значит, величина Х минус У называется расстоянием от Х до У. Расстоянием от Х до У или расстоянием между Х и У. А для отрезков интервалов, там, полуинтервалов с концами А, Б, значит, вот это я обозначил так, потому что я не знаю, там, круглые или квадратные скобки. Значит, число Б минус А называется длиной интервалов. Длиной интервала. Конечно, мы за этим представляем ровно то, что на прямой рисуем. Но с формальной точки зрения, вот они все определения. Значит, для отрезков интервалов, полуинтервалов с концами А и Б, число Б минус А называется длиной интервала. Значит, ну, для того, чтобы это не было просто набором таких утверждений про такие объекты, имеющие какую-то геометрическую природу, но у нас вот так вот формально определенные. Давайте утверждение. Называется неравенство треугольника. Значит, модуль Х минус модуль У не превосходит Х минус У. Дай дальше плюс-минус. Не превосходит модуль Х плюс модуль У. Значит, вот это неравенство мы будем все время использовать. Ну, и его доказательство – это хорошая задача. Упражнение. Значит, ну, для любителей раскрывать модули, но, впрочем, если вы понимаете вот то определение модуля через максимум, то это доказывается очень просто. Значит, итак, модуль разности модулей оценивается через модуль суммы или модуль разности, это совершенно безразлично. Вот, а он, в свою очередь, оценивается через сумму модулей. Вот это неравенство, которое я вам очень рекомендую научиться доказывать. Вот, если вы этого не сделали еще в классе седьмом, то вот сейчас самое время. Значит, ну, а мы с вами продолжим дальше. Только еще одно вспомогательное определение. Значит, последовательность элементов множества А А – это функция f из n в а, только вместо записи f от n пишем а, n. Значит, если мы говорим, что заодно последовательность а, n, это просто мы говорим, что заодно функция из n в множество А. Никаких дополнительных свойств, кроме того, что это функция, никто не предполагает. В качестве последовательности может выступать один и тот же элемент, повторенный бесконечное число раз. Это никто не запрещал. А могут выступать разные, если получится. Могут какие-то совпадать, какие-то быть различные. Это пожалуйста. То есть просто отображение из n в а, то есть мы каким-то элементом множества А присвоили натуральные номера. Понятно? Значит, далее пишем вот так, в фигурных скобочках. Ну вот, это небольшое отступление про всякие геометрические объекты. Значит, еще раз, мы рисуем прямую и на ней это все отмечаем, но формально это определяется так, как я написал. Теперь еще один принцип полноты. Теоема. Принцип полноты Кантера. Значит, или это еще называется, значит, теоема о вложенных отрезках. Или принцип вложенных отрезков, вот как угодно. Пусть А1, В1 содержит А2, В2, содержит и так далее, АН, ВН, который содержит АН плюс 1, ВН плюс 1 и так далее. То есть пусть у нас задана последовательность вложенных отрезков. Последовательность вложенных отрезков. Значит, никто не говорит о том, что они вложены строго. Пожалуйста, какие-то могут совпадать. Но важно, что каждый следующий является подножеством предыдущего. То есть такая матрешка такая, да, большой, есть поменьше, меньше, есть еще поменьше и так далее. Тогда, опять же, речь идет исключительно о чем? О точках, об элементах вещественных чисел. То есть мы с вами говорим только про множество вещественных чисел. Значит, тогда первое утверждение. Пересечение всех этих отрезков не пусто. Почему? Существует от точки А до точки А. Ну и замечательно. Тем самым у него по нашему определению нулевая длина, все классно. У нас длина это B минус А. И вполне здесь пересечение может оказаться из одной точки. Не пусто, да, это означает, что там есть что-то. Никто не говорит, что там целый отрезок есть. Вот про то, чтобы, так сказать, развеять окончательно ваши сомнения, есть второй пункт. Если для всякого эпсилон большего нуля существует N такое, что BN минус АН меньше эпсилон, то пересечение этих отрезков состоит ровно из одной точки. Ровно из одной точки. Значит, словами, что означает, что для всякого эпсилон найдется, что там меньше эпсилон. Это значит, что во вложенной системе встречаются отрезки сколь угодно малой длины. Вот эта фраза, это формализация такого житейского словосочетания. Сколь угодно малой длины. Что значит сколь угодно малой длины? Это значит, сколько вам угодно, мы сделаем поменьше. То есть вы хотите эпсилон, мы найдем отрезок, длина которого меньше эпсилон. Понятно? Доказательство. Ну, доказательство, несмотря на мощь этого утверждения, очень простое. Давайте выведем его из принципа полноты Верштрасса. Значит, доказательство. Выводим из принципа полноты Верштрасса. Значит, ну и как? Ну, для Верштрасса нужно что? Ограниченное сверху множество. Поэтому там, помните, было множество А. Ну и у нас будет множество А. Это просто множество всех левых концов. Множество левых концов. Значит, теперь любой правый конец ВМ является верхней гранью А. А, любой правый конец является верхней гранью А. Вот это самое сложное, что надо здесь понять. Ну, давайте поймем. Картинка это лучшее, что нам может помочь понять. Вот мы взяли какой-то АН. Значит, мы хотим доказать, что ВМ всегда оказывается с этой стороны. Правда? Но предположим, что ситуация вот такая. Что ВМ оказалось меньше АН. Для какого-то АН оказалось, что ВМ меньше. Но тогда, смотрите, вот отрезок АН-ВН. А вот отрезок АМ-ВН. И что про эти два отрезка можно сказать? Они не только не вложены, они даже не пересекаются. Эти отрезки не пересекаются. А это противоречит вложенности. У нас любые два отрезка, один вложен в другой. Если у нас неравенство неправильное, мы предъявили два отрезка, которые не то что не вложены, даже не пересекаются. А значит, следовательно, ситуация может быть только вот такой. Понятно? То есть АН меньше либо равно ВМ. Так, поднимите руку, кто вот этот момент понял. Хорошо. Ну и все, после этого дело сделано. Потому что по принципу полноты вверх трасса существует С, в которой есть точная верхняя грань А. Значит, А не пусто. Ну, концы же есть левые у нас. Значит, оно ограничено сверху. Этих ограничителей вон сколько. Все правые концы годятся. Так? Значит, есть точная верхняя грань. Ну, а теперь смотрим. По определению точной верхней грани она меньше либо равна ВМ для всякого М для всякого М. И по определению, опять же, верхней грани она больше либо равна АН для всякого М. Да? Значит, как верхняя грань она точно больше либо равна любого левого конца. А как точная верхняя грань она не больше, чем любой правый конец. Поняли? Значит, что мы знаем про это С? Что оно больше либо равно левого и меньше либо равно правого для всяких. В частности, для тех, у которых одинаковые номера. Значит, С лежит в каждом отрезке. Значит, следовательно, С принадлежит АН БН для всякого Н. И первое утверждение доказано. Значит, и первое утверждение доказано. Так, есть ли у вас вопросы? Это просто, но это то, что каждый из вас должен будет знать. Значит, теперь второе утверждение. Докажем второе утверждение. Но второе совсем просто. Значит, смотрите, на картинке сначала. Пусть у нас есть две точки С1 и С2. Ну, тогда что? Обе эти точки лежат в каждом отрезке. АН, БН. Но это что означает? Что длина отрезка не меньше, чем расстояние между этими точками. Так? Ну, если точки внутри отрезка, то между ними расстояние точно что? Не меньше, чем длина отрезка. А у нас что написано во втором пункте? Что встречается сколь угодно мало. Да? Малой длины отрезок. То есть, для эпсилон, равного С2 минус С1 пополам, нет отрезка. Вот для такого эпсилона нет отрезка, который был бы меньше по длине, чем это эпсилон. Поняли? Значит, если есть две точки, то они на распорку встают, и эта стягивающая система отрезка не может сделаться уже, чем расстояние между С1 и С2. Все. Второе доказано. Поднимите руки, кто понял. Ну, в принципе, должно быть так относительно понятно. Значит, если там две точки, то меньше, чем расстояние между ними, длина отрезка не будет. Значит, не будет отрезка, длина которого меньше, чем эпсилон, равная С2 минус С1 пополам. Вот. Значит, вот это принцип полноты Кантера. Ну, и из него следует очень много чего хорошего. Но мы давайте с вами вот такое следствие докажем. Значит, следствие. если А меньше Б, то отрезок А, Б не является счетным множеством. Значит, если А строго меньше Б, то отрезок не является счетным множеством. Доказательство. Ну, вот это то самое утверждение, которое Кантер доказал до примера с последностями из нуля единиц. Значит, естественно, доказывается от противного. Предположим, что отрезок А, Б счетен. И пусть Х1, Х2, Х3 и так далее, Х, Н, это все его точки. Все его точки, все его элементы. Бесконечно, пожалуйста. Кто сказал, что он закончивается? Там, вон сколько многоточий стоит. Вот. А теперь пойдем к противоречию. Значит, прежде чем писать, посмотрите просто на доску. Значит, делим отрезок на три части и берем из них ту, где нет Х1. Такая обязательно есть. Правда? Но не может оказаться, что во всех трех Х1. У них у всех трех нет общих точек вообще-то. Правда? Вот. Значит, хотя бы в одной из них нет Х1. Ну, пусть, я не знаю, пусть это будет вот здесь. Здесь нет Х1. Потом перерисуете, не торопитесь, я дам возможность перерисовать. Значит, теперь ее делим на три части и берем ту, где нет Х2. Ну, скажем, вот здесь нет Х2. Ее делим на три части и берем ту, где нет Х3. И так далее. Что у нас с вами получилось? Система вложенных отрезков. Правда? По теореме Кантера у них внутри есть что? Точечка. Значит, внутри по теореме Кантера есть общая С. Общая точка С. А теперь спрашивается, а номер у этой точки какой? Значит, может ли у этой точки быть номер Н? Может ли С равняться ХН? Нет. На Н-том шаге мы взяли отрезок, в котором нет ХН. А значит, эта точка не была пересчитана. Противоречие. Значит, еще раз, поделил, сделал систему вложенных отрезков с таким свойством. Первый не содержит Х1, второй не содержит Х2, Х1, третий не содержит Х2, Х3, Х2, Х1, Х1, Н-т отрезок не содержит все от Х1 до ХН. Понятно, да? Теперь вот вложенные отрезки, у них там внутри обязательно есть точка. Беру эту точку и спрашиваю, какой у нее номер. Мне было обещано, что все точки посчитаны. Мне говорят, ну, наверное, сотый. Я говорю, нет, на сотом шаге я как раз взял отрезок, где нету Х100. Мне говорят, ну, да, миллионный. Я говорю, нет, на миллионном шаге я тоже взял отрезок, где нет Х-миллионного. Все. Какой бы номер Н мне не указали, я скажу, на каком шаге я точно это не взял. Вот я не помню, я вам же говорил, да, про Деда Мороза, который конфеты раздает. Вот это прямое то, что он делал. Так, поднимите руки, кто понял. Ну, у нас прям как это, съезд партии. Да. Ну, чтобы не возиться с середины. Ну, например, окажется, что Х1 это середина, и она принадлежит и той половине, и этой. И вам придется на следующем шаге объяснять, что вот если там что-то попало в середину, то вот теперь надо обеспечить так, чтобы взять не ту четвертину, где эта середина. Ну, и чтобы не мучиться, то три части проще. Вообще, на троих правильнее делить, на всякий случай. Вот. Там не только отрезки. Значит, вот на двоих и на четверых это уже не то. А на троих это самое оно. Вот. Так, понятно с этим утверждением? Значит, тем самым отрезок это не счетное множество. Определение. А, точнее, прежде чем определение, задача. Задача. Значит, пусть А меньше Б. Докажите, что отрезок АБ равномощен полуинтервалу АБ, равномощен интервалу АБ и равномощен множеству всех вещественных чисел. Вы наверняка делали это что-то такое на семинарах. Если почему-то не делали, то обязательно возьмите и сделайте. Ну, не на семинарах, а сами там не травмируйте преподавателя. Вот. Значит, ну и теперь определение. Множество равномощны отрезку значит, отрезку значит АБ с А меньше Б или что тоже множеству Р называются континуальными. Называют континуальными. Называются континуальными. Значит, ну от слова continuous, от слова непрерывные. Считается, что вот дырок нет, у вас как бы такая непрерывная, сплошная, значит, прямая. Вот такие множества называются континуальными. Ну и вот тем самым вы видите, что и отрезок, и интервал, и полуинтервал, и вся числовая ось, это все континуальные множества. А на занятиях наверняка вам объяснялось, что и Декартовое произведение двух прямых, то есть плоскость, да, тоже является континуальным. Ну и вообще любое конечное и даже счетное произведение вещественных прямых является континуальным множеством. Вот. На самом деле мы знаем, что на этом не исчерпываются все бесконечные множества. нельзя объявить, что только счетные и континуальные являются бесконечными, да. Мы можем применить теорему Кантера о множестве всех подножеств и получить множество, мощность которого больше, чем мощность континуума. И эту процедуру продолжать сколь угодно раз. Поэтому мощность встречаются сколь угодно большие. Вот. Ну вот на этом почти все. Единственное, что смотрите, значит, мы этого делать не будем, но себе можете отметить. Доказанные нами принципы полноты равносильны аксиоме полноты. А именно верен следующий факт, что из принципа полноты Кантера и аксиома Архимеда следует аксиома полноты. Это утверждение простое, но оно нам ни для чего не нужно, кроме эстетики. Поэтому вот я вам его сообщаю, желающие могут его самостоятельно доказать в виде упражнения, это несложно. Значит, из аксиомы Архимеда и принципа вложенных отрезков следует, что выполнена аксиома полноты. То есть, на самом деле аксиома полноты можно заменить на принцип полноты Верштрасса. Принцип полноты Верштрасса можно заменить на принцип вложенных отрезков плюс аксиома Архимеда. Любой из этих подходов это то же самое, что аксиома полноты. Вот. Значит, на этом вот такая теоретика множественной части закончилась, и мы после перерыва начнем предел последовательности обсуждать. Значит, предел последовательности. Значит, пусть АН последовательность вещественных чисел. Последовательность вещественных чисел. Определение. число А называется пределом последовательности АН при Н стремящемся в бесконечность если если ну вот дальше то, что вам придется выучить. Значит, а да елки-палки. Ну ладно. Значит, так, давайте мы себе сделаем памятку такую. Я извиняюсь. Значит, вот такой значок переводится как для всякого для всякого. Я старался всячески не использовать эти квантеры, чтобы текст был ну хоть как-то читабельнее более. Но вот теперь будет удобнее их использовать. вот перевернутая буква А это для всякого, это слитное именно для всякого, не всякий, любой. Вообще, некоторые ученые, они слово любой не любят. Потому что любой, это тот, который люб. Когда вы говорите, для любого А, то есть для А, который вам нравится. Получается, не для любого весьма, а для того, который вам там как-то симпатичен. Поэтому, когда говорят для любого, то некоторые это не переваривают, лучше говорить для всякого. Значит, еще один значок, который мы будем использовать, вот такой. Это переводится на русский язык, как существует. Существует. Ну и еще мы будем использовать двоеточие. Это переводится как такой, что мы постараемся обходиться этими вещами. Значит, итак, вот такой значок для всякого, такая буква Е написанная не в правильную сторону, это существует, и две точки это такое, Значит, логики любят это все использовать. На практике математики обычно стараются избегать в статьях писать квантеры, потому что надо, чтобы текст был не на китайском, а вот такой, чтобы могли читать люди. Но на лекциях очень удобно, иначе мне придется просто такие предложения писать. Ну вот применим это здесь. Значит, итак, число А называется пределом последовательности АН. при Н стремящейся в бесконечность, это можно добавлять, можно не добавлять, в принципе, никто никогда не ошибется, куда стремится Н. Вот, значит, если для всякого эпсилона большего нуля найдется Н натуральное такое, такое, что для всякого Н маленького большего Н, АН минус А меньше эпсил. Значит, давайте я подстрочный перевод сделаю. для всякого найдется или существует такое, что верно вот это неравенство. Значит, теперь, конечно, ну вот это сказано, давайте мы сразу приведем пример, а потом попробуем переформулировать это разными способами. А, ну, да, пример. Значит, прежде чем говорить пример, вот что еще, обозначение, обозначение пишет вот так, лим под строчкой Н стремится в бесконечность, АН равно А. Или иногда пишет АН стрелочка А. Так тоже пишет. Значит, вот это обозначение. лим АН равно А. Пример, лим предел одной н равен нулю. Значит, вот давайте картинку. Вот нас один, два, н и так далее. Вот пошли, значит, единичка, одна вторая, одна н, ну и видно, что точечки на графике снижаются, один приближаются к нулевому значению. А теперь давайте это строго докажем. Значит, что я должен сделать? Запишем, что надо проверить. Надо проверить, что для всякого эпсилон большего нуля найдется n такое, что для любого n маленького больше n большого 1 nt минус 0 меньше эпсилон. Ну а теперь подумаем, какое же n большое взять? Значит, нам нужно, чтобы 1 nt была меньше эпсилон. Значит, нам нужно, чтобы n было больше 1 разделить на эпсилон. Значит, нам надо взять n, значит, годится n больше 1 эпсилона. Почему такое n есть? См аксиома Архимеда. Значит, я беру натуральное число n больше 1 эпсилона и тогда это определение выполняется с таким n. Понятно? Поднимите руку, кто понял. Значит, обратите внимание, что я совершенно не собираюсь писать, что n это какая-то там целая часть одной эпсилон, еще чего-то. В этом определении никто вас не заставляет находить лучшее n большое. Просят какое-нибудь дай. Поэтому не надо заниматься никакой иезуистикой, искать там самое оптимальное, еще что-то, никому не интересно. Предъяви какое-нибудь и все окей. Предел 1 делить на 2 в степени n при n стремящей бесконечность равно нулю. Значит, давайте поймем, почему это так. Значит, опять, что я должен сделать? для всякого эпсилона больше нуля предъявить n такое, что для любого n маленького больше n большого 1 на 2 в степени n будет меньше эпсилон. Значит, 1 на 2 в степени n больше эпсилон. Значит, 1 на эпсилон должно быть меньше, чем 2 в степени n. Теперь смотрим. По неравенству бернули 2 в степени n. это 1 плюс 1 в степени n это больше, чем 1 плюс n. Больше либо равно, чем 1 плюс n. А значит, опять годится какое n? Годится n большое больше одной эпсилон. Тогда при n маленьком больше n 2 в степени n будет больше либо равно n плюс 1. Это будет больше n и больше, чем 1 на эпсилон. Опять, почему такое n существует? По аксиоме Архимеда. Вот вообще говоря, нельзя сказать, а я возьму n больше, чем логаиф по основанию 2 от 1 эпсилон. Потому что это называется из пушки по воробьям. Существование логаифма гораздо более трудный факт, чем то, что 2 в степени n больше любого наперед заданного числа. Вот мы два примера таких привели, когда значит это конкретные пределы, чему они равны. Теперь давайте мы вот что попробуем сделать. А что значит предела нет? Что означает, что предела нет? Или точнее, что означает, что число а не является пределом последовательности n. Значит вот давайте я на той доске еще раз напишу определение и мы построим аккуратно ему отрицание. Значит это тоже момент, я не просто на нем так долго сижу, это типичная ошибка и неумение студента на первом курсе. значит вот это обязательно просят сделать всегда, потому что это много что проверяет, но обычно у вас с этим большая трудность. Значит вот сейчас мы сделаем, потом я расскажу, что вы обычно с этим творите. Значит давайте я определение еще раз напомню. Для всякого эпсилум большего нуля найдется n, такое, что для любого n маленького больше n большого, а n минус а меньше эпсилум. Вот давайте строить отрицание. Значит это неверно. Что неверно? Написано для всякого эпсилум нечто будет. Значит не для всякого эпсилум нечто будет. Что значит не для всякого? Значит есть такое эпсилон, для которого будет не так. Правильно? Значит существует эпсилон большего нуля. Какое? Что для него должно быть не так? Дальше что написано? Для всякого эпсила найдется n. Значит не найдется n. Правильно? Что значит не найдется n? Какое бы я n не взял будет не так как я хочу. Понятно да? Значит для всякого n n что будет не как я хочу? Что я хочу чтобы для этого n выполнялось? Что для любого n маленького больше него выполнено было неравенство. Что значит что это не выполняется? Значит найдется такое n маленькое для которого это неравенство неверно. Понятно да? Значит итак для любого n я смогу указать n маленький больше n большого такое что а n минус а больше либо равно эпсилон. Вот это отрицание. Конечно вы можете запомнить правило что я просто значок любого поменял на существует а существует поменял на любое и поменял знак неравенства. Но обычно это приводит к разным катастрофам потому что можно запоминать какие-то правила но если не понимаешь откуда они берутся начинается тихий ужас. Значит вы начинаете переставлять квантеры и у вас вполне выходит например вот студент который сдает колокриум и обычно получает два просишь дай определение предела последности он пишет найдется эпсилон большего нуля что для любого n а n минуса меньше эпсилон ты говоришь ну классно но для очень многих последствий это всегда выполнено значит ну если последность просто ограничена ну берите какое-нибудь я не знаю большое число эпсилон и это будет выполнено значит вы должны запомнить две вещи первое в математике как в хорошей песне слов не выкинешь местами не переставишь получится непотребство вместо песни понятно да поэтому места на которых слова стоят они не просто так выбраны не потому что вот лектор так выучил считалочку и так и считает а потому что такова логика того что рассказывается именно в таком порядке и получается определение предела поставишь все в другом будет определение либо не пойми чего либо очевидная вещь либо вообще неверное утверждение второе нельзя просто менять как хочешь квантер надо понимать что ты пишешь вот с пределом последности очень важно чтобы для вас это не было вот такой считалкой зазубленной наизусть вы должны четко понимать что здесь написано и для этого следующее утверждение значит утверждение следующее утверждение эквивалентны следующее утверждение эквивалентны первое предел а n при n стремящемся в бесконечность равно а второе утверждение для всякого для всякого как бы нам лучше да вот так скажем для всякого интервала содержащего а для всякого интервала содержащего а в нем лежат все члены последовательности начиная с некоторого номера n давайте я эту фразу на русском языке еще запишу и с квантерами чтобы вы потренировались значит для всякого интервала альфа бета содержащего а найдется n такой что для любого n маленького больше n большого а n принадлежит интервалу от альфа бета это та же самая фраза записанная с помощью вот этих логических значков как интервал а а и в третье во всяком интервале содержащем а лежат все члены последовательности кроме конечного числа во всяком интервале содержащем а лежат все члены последовательности кроме конечного числа то есть вот опять давайте запишем в терминах квантеров для всякого интервала альфа бета содержащего а ну вообще если писать совсем разве надо даже писать так для всякого интервала такого что а принадлежит альфа бета понятно я уж так совсем не буду изгаляться значит найдутся номера n1 n какое-то n большое такие что а n принадлежат альфа бета для всех n не из списка n1 так далее nn найдется конечный набор номеров такой что а n принадлежат альфа бета для всех нет таких вот это перевод фразы вот смотрите значит у вас ну первое мы уже давали определение фраза на русском языке ее аналог на квантер фраза на русском языке аналог с квантерами а значит вот теперь давайте с вами потренируемся понимать почему написано одно и то же значит почему написано одно и то же очень удобно говорить о пределе последовательности вот так как написано в третьем это самое наглядное что какой бы интервальчик вокруг я не взял там лежат все кроме быть может конечного числа ну конечно число понимаете может быть вообще пустым вот то есть могут вообще все оказаться так ну давайте доказывать значит срисовали значит вот давайте первое и второе докажем ну смотрим из первого выводим второе что у нас в первом написано для всякого эпсилон больше у нуля найдется n такое что для всякого n маленького больше n большого а n минус а меньше эпсилон но вот эта фраза равносильно вот это именно тому что а n принадлежит интервалу от а минус эпсилон до а плюс эпсилон вот это все должны понимать написать что модуль меньше чего-то да все нужно написать что вы берете элементы из вот такого интервала ну теперь возьмем произвольный интервал пусть а принадлежит интервалу альфа бета значит вот это интервал уже совершенно не обязательно симметричный относительно а вот здесь какое-то а мне что надо доказать про этот интервал что есть такой номер n да что для всех n маленьких больше n а n лежат здесь а я умею что доказывать что для симметричного интервала есть такой номер n что начиная с него а n лежат в этом интервале значит мне надо как-то научиться внутри любого находить что симметричный ну давайте возьмем вот такой значит пусть вот это будет эпсилон то есть эпсилон это минимум из а минус альфа и бета минус а ну это самый правильный такой вот можно было любой взять любой другой главное симметричный внутри этого и теперь что мы знаем что по первому найдется n по первому найдется n такой что для всякого n маленького больше n большого а n принадлежит а минус эпсилон до а плюс эпсилон а это в свою очередь вложено в интервал от альфа до бета вот мы доказали что если у нас есть принадлежность симметричному то есть принадлежность любому то есть из первого вывели второе теперь давайте из второго выведем третье значит теперь из второго выводим третье что говорит второе значит говорит что для всякого интервала альфа бета да найдется n ну такого что он содержит точку а что для любого n маленького больше n а n принадлежат интервалу альфа бета но это что означает что какие а n не принадлежат значит а n не принадлежат альфа бета возможно только для n из множества от одного до n большого включительных то есть какие могли не попасть туда только те а n про которых здесь ничего не сказано про какие здесь ничего не сказано про те у которых номера от одного до n большого понятно ну то есть если вам говорит что начиная с n там все лежат то какие там не лежат конечное число вот мы доказали третье ну и теперь из третьего выведем первое ну и тем закольцуем так сказать все рассуждения получится что все утверждения равносильны значит выведем из третьего первое конечно это с холастикой для многих из вас это кажется вообще очевидным но тем не менее это полезная вещь то есть полезно уметь соотносить симметричный интервал с несимметричным полезно понимать что сказать что нечто выполнено с какого-то номера то же самое как если это выполнено для всех номеров кроме конечного числа вот любой из этих вариантов он будет использоваться и такой и сикой и третий и десятый вы должны понимать как они друг с другом связаны значит теперь из третьего выведем первое что я умею делать для любого интервала я знаю что есть конечный набор номеров да что если n не такой то он заведомо лежит в этом интервале так значит теперь я беру для всякого эпсилон большего нуля значит рассмотрим интервал от а минус эпсилон до а плюс эпсилон что мы знаем по третьему существуют такие номера n1 так далее n n большое что а n значит то для всякого n значит не принадлежащего n1 так далее n а n лежит в интервале от а минус эпсилон до а плюс эпсилон давайте возьмем такой вот n с волной это максимальный из n1 так далее n их конечное число мы можем взять самый большой что тогда будет выполнено для всякого n большего этого n с волной поскольку он больше то он точно в этом списке отсутствует и значит а n принадлежит от а минус эпсилон до а плюс эпсилон то есть а n минус а меньше эпсилон вот вот вывели что из третьего из того что там не лежит какое-то конечное число вы всегда можете взять самый большой номер среди тех которые там не лежит и начиная с него уже все тотально будут что лежать в вашем интервале значит из этого утверждения следует такое простое но полезное на практике наблюдение значит следствие отбрасывание конечного отбрасывания или добавление или добавление конечного числа элементов не влияет на сходимость и значение предела последовательности значит отбрасывание или добавление конечного числа элементов не влияет на то как сходится или не сходится ваша последовательность и к чему она сходится значит добавление конечного числа элементов не влияет на сходимость и значение предела последовательности почему Ну, смотри на третье свойство, на третье утверждение. Что значит, что А предел? Там лежат все, в любом интервале лежат все, кроме конечного числа. Вот то, что вы выкинули или то, что вы добавили, оно просто включается в это конечное число. Понятно? И на эту формулировку никоим образом не влияет. Ну и заканчивая сегодняшнюю лекцию, давайте мы докажем простое, но важное утверждение. А иначе исследование пределов будет бессмысленным. Теоэма. Так, кому там уже плохие? Держитесь, держитесь. Сейчас уже все закончится. Значит, теоэма. У последовательности число пределов не больше одного. У последовательности число пределов не более одного. То есть может вообще не быть. Мы еще такой пример не приводили, но можем привести, я думаю. Один может быть, а вот два уже быть не может предела. Значит, доказательство. Предположим, что предел преимущественной бесконечности АН равен А. И предел преимущественной бесконечности АН равен АН. И А не равно Б. Например, для определенности. Скажем, А строго меньше Б. Это не важно, кто из них больше, кто меньше. Тогда рисуем прямую. Вот нас А, вот Б. Возьмем два интервальчика. Так, чтобы они не пересекались. Например, вот этот интервал радиуса епсилон. Ну, значит, давайте такой вот. Это тоже интервал радиуса епсилон. А епсилон возьмем больше нуля и меньше, чем половина расстояния. Значит, Б минуса пополам. Чтобы точно не пересекались. Ну, можно конкретно его указывать, а можно просто сказать, что, ну, вот смотри, вот я взял два интервала, которые не пересекаются. Что нам говорят? Найдется такой номер Н1. Значит, давайте вот этот интервал будет ИА, а этот интервал будет ИБ. От слова интервал. Значит, найдется Н1 такой, что для всякого Н большего Н1, АН принадлежит ИА. Найдется Н2 такой, что для всякого Н большего Н2, АН принадлежит ИБ. Ну, возьмем теперь в качестве, пусть Н больше, чем максимум из Н1 и Н2. Тогда АН принадлежит пересечению ИА и ИБ, которое пусто. Называется противоречие. Значит, у нас с одной стороны в этом лежат все, начиная с некоторого номера, и здесь лежат все, начиная с некоторого номера. Но тогда эти интервалы должны что? Пересекаться? А мы их выбрали так, что они не пересекаются. Значит, предел определен единственным образом. Все на сегодня. Продолжение следует...